Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленской АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Лидеры учат лидеров. Миссия технической поддержки ВАО АЭС. Церемония награждения победителей регионального этапа творческого конкурса «Энергичные люди-2018». Чемпионат Центрального федерального округа по рубке шашкой «Казарла». На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 26 энергоблоков, 9 энергоблоков в ремонте, 1 турбоагрегат на Кольской АЭС находится в холодном резерве. Выработка за неделю 100,8%, погода 104,1%. За август 2018 года энергоблоки Смоленск-АЭС выработали 1,479 млн кВт-ч. электроэнергии, что превышает плановое задание на 46 млн. С начала года выработка составила более 13,1 млрд кВт-ч. 4 сентября энергоблок номер 1 Смоленск-АЭС по предварительной заявке, согласованной с акционерным обществом концерн «Росэнергоатом» и системным оператором, отключен от сети до 7 сентября для устранения выявленной неисправности на тепломеханическом оборудовании. В настоящее время на атомной станции в работе находится второй энергоблок. Его мощность составляет 996 мегаватт. Энергоблок номер 3 с 31 мая находится в плановом среднем ремонте. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск-АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В рамках отраслевой программы по развитию производственной системы «Росатома. Лидеры учат лидеров» прошел обучающий семинар для активистов ПСР-движения нашего предприятия. Своими знаниями и опытом, касающимися непрерывного улучшения, с молодежью поделился директор Смоленск-АЭС Павел Лубенский. С темой тренинга, который был посвящен базовому курсу производственной системы «Росатома», молодые лидеры непрерывно совершенствования хорошо знакомы. Не раз обучались этой программе. Некоторые и сами уже являются сертифицированными ПСР-тренерами. Однако семинар с участием директора атомной станции помог им глубже понять необходимость системного внедрения бережливой методологии и вовлечения всего персонала. Как подчеркнул директор Смоленск-АЭС Павел Лубенский, чтобы продолжить развитие, госкорпорация «Росатом» должна быть конкурентно способной, соответствовать требованиям современного рынка, предоставлять услуги качественно, своевременно и по приемлемой цене. Именно поэтому необходимо разрабатывать новые решения для повышения доли в международном бизнесе, осваивать выпуск новой продукции, снижать себестоимость и сроки протекания процессов. На Смоленской станции состоялась миссия технической поддержки, посвященная обеспечению надежности систем безопасности на энергоблоках. Свой опыт работы представили международные эксперты из Великобритании, Словакии, Болгарии, Московского центра Всемирной ассоциации операторов эксплуатирующих АЭС. Миссия технической поддержки, проходившая в формате ассист-визита, оказалась достаточно представительной. От Смоленской станции в ней приняли участие около 40 специалистов. Такой интерес был обусловлен тематикой обсуждения, ведь надежность систем безопасности, каждая из которых выполняет свои функции – важнейший фактор в обеспечении безопасной эксплуатации энергоблоков. Какие-то вещи, которые мы сами знали, они подтвердили, что мы правильно их понимаем. Это уже безусловный плюс. Безусловно, мы узнали много нового от них. Все-таки люди с другим опытом – это хорошо и полезно их послушать. Международные эксперты с обходами посетили резервную дизельную электростанцию цеха обеспечивающих систем, машинный зал турбинного цеха, блочный щит управления энергоблока номер 2. Ознакомились с процессом опробования насоса с плинклерной системы охлаждения. Провели собеседование с оперативным персоналом. Во время дискуссии они поделились своим опытом, предложили Смоленск АЭС ряд советов, которые помогут, например, улучшить процедуру документирования возникающих дефектов оборудования, в том числе с использованием информационных систем, повысить качество обходов оборудования. Положительной практикой названо использование программы риск-мониторинга, переносных средств диагностики для оценки состояния оборудования, качественный подход к расследованию событий, проведение на высоком уровне инструктажа перед началом работ. В Десногорске состоялась церемония награждения победителей регионального этапа творческого конкурса «Энергичные люди-2018», учрежденного концерном «Росэнергоатом». В Десногорске состоялась церемония награждения победителей. На конкурс было подано 14 творческих работ от представителей Десногорских и региональных СМИ. На суд-жюри они представили видеосюжеты, публикации в печатных СМИ и интернет-репортажи. В церемонии награждения принял участие заместитель директора Анатолий Терлецкий. «Труд журналиста, он не лег. Но я вижу, как зачастую вам сложно. Это без выходных, вечером, а иногда и ночью вы на месте событий, для того, чтобы написать или создать вот тот самый лучший репортаж, который захватит всех, и все будут им восхищаться». В конкурсе было представлено несколько номинаций. «Ликбез про АЭС», «Атомная судьба», «Объектив», «Правда онлайн», «Среда обитания». Корреспондент газеты «Аргументы и факты» Нина Новикова в конкурсе участвует впервые и заняла второе место сразу в двух номинациях. «Любой конкурс – это, конечно, приятно, это подстегивает всех. И тех, кто проводит конкурсы, и участников конкурса. Узнаешь тоже что-то новое, общаешься с коллегами, особенно приятно побеждать». Также Анатолий Терлецкий наградил победителя викторины «Атомный рудит» инженера отдела ядерной безопасности и надежности Андрея Иванова. «На самом деле конкурс очень познавательный, заставляет задуматься, развивает, так сказать, где-то нужно подсмотреть, где-то коллега спросить, где-то ты сам знаешь ответ. То есть, ну, интересно, то есть, хотя бы просто поучаствовать». Победители регионального тура конкурса «Энергичные люди» примут участие в дивизиональном этапе. Он пройдет с 4 по 8 сентября в городе Заречный. В финале конкурса встретятся представители СМИ всех территорий расположения атомных электростанций. В Десногорске при поддержке концерна «Росэнергоатом» и «Смоленск-АЭС» прошел межрегиональный чемпионат Центрального федерального округа по рубке шашкой «Казарла». И международный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Богатится». Как подчеркнул главный судья соревнований Александр Селянин, большая и серьезная команда потрудилась, чтобы чемпионат состоялся в столь большом масштабе, порадовал десногорцев и гостей города своей насыщенностью и колоритом. Организовали события региональное отделение Российской Федерации рубки шашкой «Казарла» и местное хуторское казачье общество. Но вряд ли планы стали бы реальностью без помощи предприятий атомного контура – «Смоленск-АЭС», акционерного общества «Атомтранс», «САЭС-Сервис», а также администрации Десногорска. В прошлом году он у нас проходил впервые, ну и так сказать, он носил такой пробный шаг, да, то данное мероприятие осталось на городском пляже. В этом году площадку мы решили поменять. И опять же, благодаря Михаилу Васильевичу Васенко, который предоставил место для проведения данного фестиваля, и вот сегодня мы в ходе данного мероприятия как бы мнениями обменивались, и было принято решение, что теперь данный фестиваль будет проходить на этой территории ежегодно. Мы здесь будем в том числе и развивать учебную материальную базу, и привлекать других организаторов, то есть, вернее, не организаторов, а участников, то есть всех желающих мы будем принимать у себя на нашей территории. И я думаю, что это уже, можно смело назвать, что это традиция, и данная традиция будет иметь место в нашем городе. В таком мероприятии точно заинтересуются атомщики Волгодонска, Нововоронежа, Курска. Десногорский чемпионат ярко украсил начало осени. Соревновались в джигитовке, конкуре, рубке и фланкировке шашкой, метании ножей, стрельбе из лука. Работали ярмарки ремесел, тематические интерактивные площадки для детей. Звучали красивые народные песни в исполнении участника фестиваля «Богатица». Мероприятие шикарное. В этом году уже организация в десятки раз лучше. Прием великолепнейший. Площадка просто неимоверная. Таких площадок мало. Поднимает дух молодому поколению. Смотришь, когда едешь, дети поддерживают, тянутся ко всему этому. Не только к лошадям, и к оружию, и к истории. И подходят, спрашивают, а что это, а что вот то. Там вон люди, рыцари. И как-то радуются, что детишки не просто сядут за компьютером сейчас, а выходят на улицу посмотреть на вот такие мероприятия, отдохнуть, погулять, прикоснуться к истории. И, может быть, не просто прикоснуться, а заняться этим великолепным делом. Что рубка шашки, что лошади, что какие-то исторические клубы. Это отрадно, и хочется это привносить людям, детям, чтобы они поддерживали, перехватывали это и занимались уже сами. Город очень замечательный, компактный. У нас в два раза больше населения, но он не такой красочный, как ваш. Такой более простой, но он как бы исторический. Там свои прелести есть. Это родина Александра Невского. И Петра Первого флотилия, там была потешный флот. Но ваш город тут тоже потряс своей аккуратностью и гостеприимством, конечно же. Проект территории культуры Росатома объединяет многие традиции, в том числе и культуру казачьего народа, который очень развита у нас в городе Десногорск. География данного мероприятия участников увеличилась в разы. Это значит, что больше и больше народов объединяются, знакомятся. Обмениваются опытом. Такие праздники в нашем городе редкость, но они необходимы. Они объединяют, они создают хорошее настроение. Поэтому замечательно то, что сегодня этот праздник организован. Я хотел бы выразить благодарность всем, кто участвовал в организации этого праздника, всем участникам этого праздника, от всех ветеранов Смоленской атомной дистанции. Спасибо. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова